В последние два года с переходом российско-американских отношений в фазу жесткого противостояния технологии информационных войн начали быстро развиваться, стремительно. Причем стали появляться их новые модификации, новые приемы, способы информационного воздействия, новые технологии информационной борьбы. Эти технологии сразу стали опробоваться и нами, и американцами в боевых условиях, либо условиях, чрезвычайно приближенных к боевым. Именно поэтому за последние полтора-два года, начиная с событий Крымской весны, технологии информационной войны на пике противостояния России и Запада совершили настолько масштабный и серьезный скачок, какой от них, наверное, не стоило бы ожидать и в течение 10-15 лет, если бы ситуация развивалась более гладко и стабильно. И не было конфликта между Российской Федерацией и коалицией западных стран по поводу ценностей и ориентиров в нашей внешней политике. Этим информационные войны интересны. Почему вдруг тематика информационных войн получила такой, скажем, резкий взлет сейчас? Почему информационными войнами заинтересовались ведущие страны мира, и эти ведущие страны мира стали создавать в структуре своих военных подразделений, в структуре своих разведок, в структуре своих министерств иностранных дел специальные подразделения информационно-психологической борьбы? В первую очередь, потому что, ну, многие скажут о том, что информационные формы, технологии, инструменты информационной войны, они чрезвычайно эффективны. Информация позволяет достигнуть, информация может дойти до каждого по нынешним каналам связи, которые существуют. Она проникает в сознание, оказывая там управляющее действие соответствующее. Информация может преодолеть те защитные барьеры, которые выстраивает наше сознание на пути любого деструктивного воздействия. И информация может проникнуть на подсознание, которое, как известно, сознанием не контролируется. Любое информационное воздействие основано на очень простом законе, на очень простом свойстве человеческой психики. Дело в том, что от 95 до 98 процентов всех наших действий, всеми нашими действиями, управляет именно подсознанием. А сознание, вклад сознания в управление нашими действиями, поступками, мотивациями, реакциями составляет не более 5 процентов, а может быть даже и меньше. В этом отношении сознание обычно сравнивают с лаковым покрытием на столешнице. Вот вся столешница — это пласт подсознания, который управляет на самом деле человеком. А сознание — это слой лака. Именно поэтому довольно часто говорят о том, что человек очень часто проявляет такие животные инстинкты и реакции в ответ на внешнее информационное воздействие. Причем подсознание реагирует всегда быстрее, чем сознание. И мы очень часто совершаем поступки, не успевая задуматься над тем, что мы совершаем. Дело в том, что в современных международных конфликтах, где сталкиваются интересы глобальных игроков, глобальных держав, каждый из которых обладает колоссальной мощью, позволяющей уничтожить противника несколько раз. А такие игроки, как Соединенные Штаты и Российская Федерация, обладают еще и арсеналом ядерного оружия. В этих столкновениях подобного рода мировые лидеры всячески стараются избежать лобового столкновения. Потому что лобовое столкновение между великими державами — это 100% катастрофа. Обмен ядерными ударами не переживет ни одно современное государство, каким бы великим и мощным оно ни было. Следовательно, весь накал борьбы перемещается в те сферы и в те области, где великие державы могут выяснять отношения, не рискуя столкнуться лоб в лоб. То есть там, где можно воевать чужими руками, на чужой территории и желательно анонимно. В свое время, во время войны во Вьетнаме и другого рода подобных конфликтов, во времена Холодной войны, когда в глобальном противостоянии участвовал Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, две супердержавы также очень боялись столкнуться напрямую. И в тех конфликтах, куда они вмешивались, они старались действовать с помощью своих союзников, сателлитов, в основном чужими руками, они маскировались. И войны типа войны во Вьетнаме получили название прокси войны. Прокси от принципа, который затем был положен в основу прокси серверов. Прокси войны — это войны анонимные. Когда все, в общем-то, понимают, кто сталкивается в этой войне и кто стоит за спиной воюющих сторон. На самом деле, воюющие стороны всячески отрицают любую свою связь с теми, кто их подталкивает к боевому столкновению, снабжает и с теми, кто обеспечивает им покровительство. Впоследствии термин прокси война отошел на второй план, и появился термин гибридная война. Это один из таких мейнстримовых терминов, который сегодня наравне с информационными войнами, управляемым хаосом, цветными революциями, составляет такой вот сливки современной политологии и теории международных отношений. Что такое гибридная война? Самое интересное, что сам термин появился где-то в 60-х годах и долгое время лежал под Нафталином. Так вот, когда началась русская весна в Крыму, американцы вытащили этот термин, реанимировали его и начали обвинять именно Россию в том, что она ведет против Соединенных Штатов и всего мира гибридную войну. Гибридная война — это война чужими руками. Это война, которая осуществляется великими державами с использованием сил союзников и на территории третьих стран, не на территории этих держав. И в этом отношении в гибридной войне используются прямые боевые действия, они используются в последнюю очередь, а на первую очередь выходят методы экономической войны. Вспомним всевозможные санкции, которые вроде бы кто только в отношении Российской Федерации не вводил. Методы дипломатической войны, прямое дипломатическое давление. Схватки на дипломатическом поле мы сейчас наблюдаем едва ли не ежедневно. Самая последняя схватка — это ответ нашего министра иностранных дел вчера на очередные заявления американского генералитета, когда Сергей Лавров сказал о том, что российско-американские отношения существенным коренным образом изменились. Информационная война в этом отношении — идеальный набор технологий и инструментов для ведения анонимных войн. Любые информационные атаки начинаются с информационных вбросов, а информационные вбросы приходят, как правило, из анонимных по своей природе источников. То есть довольно часто мы... Нет, конечно, бывают и явные акции информационной войны, когда появляется официальный представитель госдепа, адмирал Кирби, и заявляет о том, что если Россия не уберется в течение 24 часов из Сирии, то в Россию вереницы пойдут мешки с трупами наших солдат, а игиловцы почему-то бросят воевать против войска Баша Расада, все соберутся и отправятся к нам на территорию, устраивают здесь теракт. То есть прямые угрозы. Это тоже акт информационной войны. Но такие группы и действия в современной информационной войне применяются довольно редко. И, как правило, заявления от первого лица встречаются нечасто. Был красноречивый случай, когда Обама заявил о том, что Россия поддерживает ИГИЛ, потому что она поддерживает Асада, а Асад торгует с ИГИЛ. Но это все-таки такие лобовые грубые атаки, они скорее происходят у наших американских партнеров от бессилия, нежели от отсутствия фантазии и опыта. А как правило, мы имеем дело со следующим. Какой-нибудь телеканал Sky News британский публикует откровение какого-нибудь чиновника из Госдепа или двух чиновников. Почему-то вот американцы все время выдвигают парой. Два неназванных источника из Государственного департамента или два высокопоставленных сотрудника разведки Соединенных Штатов. Они выдают какую-то информацию явно провокационного характера или информацию компроментирующего характера. Например, обвиняют кого-нибудь из наших руководителей в каком-нибудь страшном преступлении против человечества, то ли в поедании младенцев, то ли в коррупции. В данном случае это совершенно не важно. И вроде бы внешне это выглядит так, что этому в принципе можно поверить. И большинство зрителей, не вдаваясь в подробности, верят этому. Они видят, что эту информацию им доносит Sky News. Sky News — авторитетный канал в определенных кругах. Казалось бы. То есть сразу возникает ощущение того, что уж телевидение-то не может выдавать непроверенную информацию. Потом вспоминает о том, когда зритель сам себе задает вопрос, откуда эта информация появилась, из какого источника. Вспоминает о том, что Sky News указало о том, что эту информацию ему передали два высокопоставленных сотрудника Госдепа. Ну, казалось бы. Да, компетентные источники, высокопоставленные сотрудники Госдепа. Могут они обладать такой информацией? Могут. В теме они? В теме. В курсе дел? Ну, конечно, в курсе. Но потом и на этом большинство людей успокаивается. И начинает разбирать уже самую информацию, где все разложено по полочкам, где есть черные и белые, и белое должно выступать против черных. Мало кто задается вопросом, а, собственно говоря, вот эти два высокопоставленных сотрудников Госдепа, а их можно увидеть лично? Можно убедиться в том, что они вообще в природе существуют? Что они действительно сотрудники Госдепа? Посмотреть на их удостоверение. Курочки же у них какие-то должны быть, наверное, раз они сотрудники Госдепа. И здесь выясняется, что Sky News-то не может их не показать, не уж тем более раскрыть их имена, фамилии и отчества, и данные их, потому что они же при исполнении находятся. И поделились они Sky News как доверительным источником на таких неформальных основах, если они сейчас назовут свои имена и будут преследовать по работе. То же самое происходит, когда телеканал типа Sky News или CNN берет подобную информацию о высокопоставленных сотрудников разведки. Разведчиков в принципе нельзя рассекречивать. Как же? Они же всю жизнь работают под прикрытием. Как же? Их покажут, произойдет расшифровка, пострадают дела службы, агентуру их все переловит и пересажает, потому что когда увидят лица этих людей, сразу поймут, с кем они встречаются. Как же? Так нельзя. И в итоге получается, что вот здесь ниточка и обрывается. Если возникает желание проверить истинность этой информации, выясняется, что это анонимные источники. Нет никаких доказательств и никакой гарантии того, что они на самом деле существуют. И вот здесь, по идее, должен произведен звоночек. Но звенит он далеко не у всех. Таким образом получается, что под некой легендой, под неким прикрытием правдоподобности, достоверности и искренности довольно часто в операциях информационной войны подается через авторитетные, кстати говоря, каналы, такие как CNN или Sky News или Washington Post или Associated Press, которые довольно часто используются для подобного рода контролируемых утечек, подается на самом деле информация, достоверность, которую невозможно проверить. то есть информация от анонимных источников. И выйти на них невозможно. А если на них невозможно выйти, то невозможно перед всем мировым сообществом доказать, кто именно эту атаку организовал. Следовательно, аноним, который стоит за этой атакой, он останется безнаказанным. И если этим анонимом является такой монстр, как Соединенные Штаты, мировой лидер, то его не притянешь к ответу, и столкновения между великими державами и обладающими ядерным потенциалом не будет. Вот почему информационные войны в последнее время на пике популярности и появляются новые схемы и способы и методы информационного воздействия. Что касается самих информационных войн в целом, то на Западе информационные войны, мало того, что этот термин инститализирован, он, кстати говоря, напрямую прописан в американских полевых армейских уставах. Там есть полевой устав психологической операции, есть полевой устав информационной войны. И на сегодняшний день таких боевых уставов, армии США, их больше десяти уже. Там термин информационные войны присутствует в единственном экземпляре. Это Information Warfare. А вот у нас, он в нашем поле, он присутствует, видимо, в различных переводах и интерпретациях. Вы можете встретиться с информационной войной, с кибервойной, с психологической войной, с информационно-психологической войной и информационным противоборством. До вершения ко всему. Вот если посмотреть английский термин, то получается, что, в общем, видимо, разные переводчики по-разному переводили. Но почему-то все считают, что это объекты разные. На самом деле, по моему убеждению, все это одно и то же. Речь идет об одном явлении, которое присутствует в современной политической жизни. Об информационной войне. Дело в том, что в основе этого определения лежит термин «война», а к нему лепится уточняющая прилагательная. Эти прилагательные могут быть и разные. Это может быть информационная война, психологическая, информационно-психологическая. В каких случаях обычно базовое понятие дополняется уточняющими прилагательными? Но вот, по моему убеждению, только в одном случае, когда на какую-то особенность этого явления хотят специально обратить внимание. И здесь все очень просто. Если в информационной войне инструментом, оружием является информация, подготовленная специальным образом, а мишенью является сознание и подсознание человека, то есть его психика. И в том случае, когда авторы хотят обратить внимание на то, с помощью какого именно инструментария ведется информационная война, они, как правило, говорят «информационная война». когда авторы хотят обратить внимание на мишень воздействия, они говорят, и это вполне логично, о психологической войне, подчеркивая, что воздействие оказывается на психику человека. Если же возникает желание подчеркнуть и то, и другое, и инструменты, обратить внимание и на инструменты, и на мишень воздействия, то тогда появляется термин информационно-психологическая война, и это наиболее такой, с моей точки зрения, корректный термин, несмотря на то, что он длинный, и если его попытаться написать, то рука, несколько раз, то рука очень быстро отсохнет. Объектом любой информационной войны является в наиболее общем виде это человеческое сознание и подсознание, то есть информационное воздействие направлено на психику человека, с целью управления сознанием, подсознанием и поведением человека. И это тоже понятно. Но если рассматривать конкретные мишени, то мы увидим, что информационные атаки на практике могут быть направлены на первых лиц государства, это атаки типа панамского вброса, панамского досье, которые все бы совсем недавно наблюдали. Это информационные атаки, которые могут быть направлены на элиты и элитные группы, потому что ни один политический лидер не может удержаться у власти без поддержки элит, на которые он опирается, и от консолидированности и сплоченности этих элит зависит устойчивость политического режима. Информационные атаки могут быть направлены на целевые аудитории с целью стимулирования их, мотивации их к определенному типу поведения, социального, асоциального, консолидирующего, поддерживающего власть или протестного, неважно. И информационные атаки могут быть направлены на все общество в целом. В том случае, если информационные атаки направлены на конкретных лиц, например, на первых лиц государства, то цель, главная задача информационной войны в этом отношении – это сломить волю противника к сопротивлению и подчинить его сознание своей воли. Все очень просто. Если информационные атаки направлены на более крупные социальные страты, например, на общество в целом, то цель информационных атак – расколоть или фрагментировать это общество, расколоть его на отдельные фрагменты, сделать так, чтобы эти фрагменты породить между ними антагонизм, сделать так, чтобы они ненавидели друг друга и затем эти фрагменты столкнуть между собой. Это, как правило, полностью выводит ту страну, которая подвергается информационной войне, полностью выводит из любого конфликта, потому что у страны начинаются собственные внутренние проблемы, и ей становится не до решения внешних политических и геополитических задач. Если речь идет об атаке на элиты, то основная задача операции информационной войны – это отколоть элиты от лидеров, то есть лишить лидеров поддержки. Без поддержки элит и команды лидер не сможет ничего сделать, даже если он супергениальный. И затем расколоть эти элиты таким образом, чтобы они не могли снова сплотиться вокруг лидера или вокруг другой фигуры из своей среды, неважно. И тем самым потеряли способность сопротивляться внешней агрессии. Что касается цели информационной войны, то задачи мы сейчас перечислили, а главная цель информационной войны – это обеспечение добровольной подчиняемости человеку. Это та самая ситуация, когда ваш противник в результате оказанного на него информационного воздействия становится послушным инструментом осуществления ваших целей и задач. Он приходит к выводу о том, что ему следует вам подчиниться, причем подчиниться добровольно, и начинает работать на вас не за страх, а за совесть. В этом отношении те люди, которые, проходя через такой сложный переломный момент, ломаются, чья воля ломается, они не очень интересны организаторам информационных войн и информационных атак, потому что сломанного человека сложно использовать в дальнейшем. Он теряет и ценность как инструмент. А вот те, кто подчиняются этому воздействию и убеждают сами себя о том, что их исторический выбор – это добровольно подчиняться тем, кто организовал эту информационную войну, те являются наиболее интересными для организаторов информационных войн и информационных атак, потому что есть, как вы все знаете, есть такая поговорка – «охота пущей неволи». Как человека заставить работать? Его можно заставить под дулом пистолета, но он будет работать неэффективно. А можно его замотивировать. И замотивированный человек будет трудиться круглые сутки без перерыва на сон и на еду, лишь бы достигнуть цели, потому что у него появилась мотивация. В информационных войнах эта цель достигается двумя основными способами, наверное, так же, как и в обычном человеческом общении. Для того, чтобы человек стал управляемым, существуют два способа управления. Это явный и неявный. Или управление методом убеждения, или управление методом манипулирования. Манипулирование – это скрытое управление. Явные способы управления во всем известны. Это убеждение или сугестие. Когда вы, например, с кем-то разговариваете, и вам надо, чтобы в ваш собеседниках сделал что-то для вас полезное. Вы пытаетесь им управлять явным образом. Вы формируете у себя в голове аргументы и начинаете его убеждать. Приводите аргументы, и он с вами либо соглашается и делает то, что вам нужно, либо не соглашается. И тогда управлять им не получается. Но если он с вами согласился, то это осознанная, абсолютно честная форма управления. Что касается манипулирования, то под манипулирование поднимает совокупность форм и методов управления человеком в темную. Я для себя это определение сформулировал следующим образом. Манипулирование — это скрытое управление сознанием и поведением человека, направленное на введение его в заблуждение относительно истинных целей манипулятора и внедрение в его сознание установок, побуждающих человека действовать в интересах манипулятора. В принципе, ничего особого нет. Но для нас с вами важно знать, что в операциях информационной войны используются два вида манипулирования. Это манипулирование истинной информацией и манипулирование ложной информацией. Что такое манипулирование ложной информацией? Всем понятно. Ложная информация — это обман. Это информация сфабрикованная, которая создана манипулятором специально для того, чтобы ввести в заблуждение другого человека и заставить его действовать в своих интересах. А как можно манипулировать истинной информацией? А здесь ситуация заключается вот в чем. Дело в том, что вы, наверное, все знаете такую поговорку «нет ничего страшнее для публичного человека, для его выступления, чем фраза, вырванная из контекста». Есть определенное свойство о информации. Очень многие из тех фраз, которые мы произносим, они имеют определенный смысл, который мы в них вкладываем, только в контексте самой речи или разговора. Достаточно выдернуть ее из контекста, и смысл ее полностью поменяется. От этого информация не станет ложной, потому что никто ее не искажал. Ее просто взяли и изъяли из контекста. И человек, прочитав информацию вне контекста, в него может сложиться совершенно иное мнение о том, кто это сказал, и совершенно сформироваться мотивацией на совершенно иное действие, нежели то, которому человек, тот, кто речь произнес, призывал. Типичным примером этого является знаменитая фраза «денег нет, но выдержитесь», которую сейчас печатают везде, ну разве что на футболках уже печатают, я видел, сказанное нашим председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Дело в том, что если посмотреть, это типичный пример, я не пытаюсь оправдывать при этом Дмитрия Анатольевича, но хождение этой фразы – типичный пример фразы, вырванной из контекста. Потому что если прочитать ее вне контекста «денег нет, но выдержитесь», сказанное с высоты вот такого крупного государственного чиновника, это выглядит по меньшей мере цинично. Но если посмотреть запись встречи Медведева с крымчанами, когда он эту фразу и произнес целиком, включая видеоряд, то ситуация кардинально поменяется. Если вы прокрутите этот ролик, вы увидите, что Медведев с большим сочувствием выслушивает жалобы крымчан, и он им отвечает так, как обычно люди говорят, когда они очень сильно волнуются. Когда человек волнуется, речь у него сбивается, и она становится такой рваной, он экает, мекает, у него фразы вылетают из контекста. И вот он сочувствует, ему сказать по большому счету нечего, потому что нет денег в бюджете, что ему еще сказать. И он говорит, ну да, ну вы держитесь, денег нет, но если вдруг, то мы постараемся, ну что ж теперь делать, ну вот жизнь такая, мы бы рады, но не можем мы это сделать. Вот это истинный смысл той речи, если посмотреть. Фраза, выдернутая из контекста, мгновенно меняет свой смысл. Так вот, в операциях информационной войны манипулирование, как правило, проводится именно истинной информацией. Потому что ложная информация, любой обман, он, во-первых, скрывается рано или поздно и порождает совершенно обратный эффект. А во-вторых, обман довольно просто расколоть. Гораздо сложнее определить, что из тех истинных вещей, которые, ну, неподдельных, не сфабрикованных, что из них используется для того, чтобы как раз оказать скрытое управляющее воздействие. Тема операции информационной войны интересна. Значит, если рассматривать схему современных информационных войн стандартную, то здесь можно сказать следующее. Вот организационные информационные войны, структурные, вернее, информационные войны состоят из последовательности информационных операций или операций информационно-психологической войны, объединенных общим замыслом, целью, задачами, синхронизированных по времени и пространству. А каждая из операций информационной войны состоит из последовательности информационных атак. Что такое информационная война? Информационная война — это вооруженный конфликт между странами. Ведущийся в особой форме информационно-психологической операций и с применением информационного оружия. В этом отношении информационная война действительно является однородовым понятием с обычной войной, с той лишь разницей, что в информационной войне поражение противника и победа над противником достигается с помощью применения информационных инструментов воздействия и информационных технологий. В этом отношении информационные войны не могут вестись между корпорациями. И не бывает информационных войн между отдельными людьми или группами людей. Это конфликт серьезный, и в нем принимать участие могут только государства, их союзы и коалиции. Поэтому с информационными войнами, по-настоящему серьезными, мы встречаемся в мире очень редко. Информационная операция — это составная часть информационной войны. Да, причем целью информационной войны является военное поражение противника. Вот теми средствами, о которых я рассказываю. Информационная война состоит из информационных операций. У информационных операций цель — это формирование у противника установки на определенную модель поведения. То есть на ту самую модель, когда противник приходит к выводу о необходимости добровольно вам подчиниться и начинает вести себя в ваших интересах. Это модель поведения. Это не одна отдельно взятая реакция. В этом отношении у операции информационной войны существует довольно много определений. Но, сколько я их не изучал, ничего лучше того определения, которое явным образом записано в полевом уставе армии США. Армия США — это сухопутные силы, имеется в виду. Психологические операции я не встречал еще в жизни. И вот я его зачитаю, точный перевод, зачитаю вам с листа. Психологические операции — это проводимая в мирное или военное время плановая пропагандистская и психологическая деятельность, рассчитанная на иностранные, дружественные, враждебные или нейтральные аудитории, с тем, чтобы влиять на их отношения и поведение в благоприятном направлении для достижения как политических, так и военных целей. Очень интересное определение, по нему можно прочитать отдельную лекцию, потому что надо знать, что такое полевые уставы армии США и на кого они рассчитаны. Они рассчитаны на обычных солдат или на сержантов. Сержант не поймет философские размышления о смысле жизни, о информационной войне, о войне смыслов. Ему требуется конкретное указание, которое он должен выполнить в определенных условиях боевой обстановки. И в этом отношении сложные термины, такие как «психологическая война» в американском уставе прописывается предельно понятно. Вот этот оборот «плановая пропагандистская и психологическая деятельность» связан не с тем, что пропаганда и психологическая деятельность — это разные вещи. Это пропаганда, это один из методов психологического воздействия. Это связано с тем, что военнослужащие армии США знают, что такое пропаганда по истории войн. И когда, если бы им сказали «психологическая деятельность», они бы не поняли, что это такое. Вот. Это слишком круто для понимания. А когда они читают пропагандистскую и психологическую деятельность, они понимают, что это какая-то деятельность однопорядковая, такая же, как и пропаганда. Что-то вроде того же. И все в голове у них становится на свои места. Влиять рассчитано на иностранные дружественные, враждебные или нейтральные аудитории. Тоже интересный термин. С учетом того, что «дружественные» там стоят на первом месте, это такая неоговорка и неслучайная фраза. Это говорит о том, что, в общем, американцы таким образом дают понять, что информационные войны могут вестись и вне конфликтов, в мирное время. И главной целью является не союзная аудитория, которая и так ваша, а нейтральная аудитория, которая еще не определилась, кому прыгнуть. И отчасти дружественная аудитория, мотивацию к поддержке своих, на которых надо воздействовать для того, чтобы у них постоянно была на высоком уровне мотивация к поддержке ваших действий, что бы вы ни совершали. А операция информационной войны состоит, в свою очередь, из информационных атак. Так вот, цель информационной атаки — это то, что мы в основном и видим в открытом пространстве постоянно. Это формирование у противника установки на немедленную реакцию, на немедленный ответ. Причем этот ответ должен быть именно немедленный. Вот типичный пример такой немедленной реакции. То есть противник должен ответить, не успев задуматься, а зачем его провоцируют, с какой целью. И сигнал на этот немедленный ответ противнику дает его подсознание. Он среагировал, выдал что-то в информационную пространство, потом включил мозги, начал думать, а зачем он это сделал. А дело уже сделано. Немедленная реакция, как правило, обеспечивается применением технологий так называемых целого класса технологий, которые в американской психологии носят название технологии рефлексивного управления. Разработкой этих технологий очень много занимался Лефевр. Эти работы интересно почитать, потому что рефлексивное управление основано на управлении человека путем прямого воздействия на его подсознание. И действует цепочка стимул-реакция, как у собаки Павлова. Что такое стимул-реакция? Пример. Ну, на типичном примере. Ну, вот, например, идет молодой человек по улице. К нему случайно кто-нибудь подходит и говорит ему что-то оскорбительное. Мгновенная реакция, раз, в лоб врезал. Потом задумался, а надо было ли это сделать. Стимул он получил негативный. Точно так же в негативном контексте ответил. Мозги при этом не успели включиться. Вот на этом же принципе основаны и действия информационных атак. Любая операция... Любая операция... Если говорить о схеме операции информационной войны, то любая операция современной информационной войны начинается с информационного броса. В публичное пространство вбрасывается информация. Причем эта информация может носить дезориентирующий характер. Если ее цель, скажем, дезориентировать противника, чтобы не знал, что делать. Или не знал, как реагировать в данной ситуации. Эта цель информации может носить устрашающий характер, что не исключено. Это когда противника надо напугать. И напуганный противник во многом теряет свою способность сопротивляться внешней агрессии. Но, как правило, в большинстве случаев эта информация носит стимулирующий характер. Ее задача — мгновенно сформировать стимул к немедленному действию. Как правило, ответному. Ответному на данную информацию. И очень часто подобный эффект информации достигает, если она носит провокационный характер. Если в ней содержатся компроматы или обвинения. Прямые, косвенные, какие угодно. Или это информация такого шокирующего, резонансного характера. Для того, чтобы данная информация, которая поступает в публичное пространство в виде вброса, получила реакцию, резонанс у той аудитории, для которой она предназначена, необходимо, чтобы этой информации поверили. Чтобы ее сразу восприняли как правдивую и истинную. Потому что на заборе может много чего быть написано. Но это не означает, что этим надписям стоит сразу верить. Поэтому современные вбросы никогда не осуществляются просто так, в одиночку. Они всегда происходят в рамках более крупных операций, целого класса операций, которые называются операциями по легендированию вбрасываемой информации. Цель этих операций — дать ответ внешней аудитории на два вопроса. Во-первых, можно ли этой информации верить? И для этого необходимо объяснить внешней аудитории ее происхождение. И, во-вторых, из какого источника она получена? И является ли этот источник достоверным, информированным и компетентным? И для того, чтобы добиться этих целей, в последнее время американцы придумали целый класс подобного рода операций, каждый из которых содержит определенный набор технологий информационного легендирования, убеждений и сугестий. В качестве примера я могу привести три типа, три вида таких операций. Самый распространенный тип операций — это так называемые операции по контролируемой утечке информации. Контролируемая утечка — это термин, который применяется в разведке, наверное, наиболее часто. Что такое утечка? Все мы знаем. Даже та информация, которую охраняет, эту информацию можно потерять, можно забыть где-нибудь папочку с документами важными, можно проговориться в беседе. И тогда это будет называться утечкой. Утечка может носить случайный характер, а может быть контролируемой. В том случае, если утечка является контролируемой, она кем-то организуется. Это бывает в тех случаях, когда, например, вашему противнику или сопернику очень хочется, чтобы вы узнали о его намерениях случайным образом, о каких-то его намерениях, которые он, может быть, не собирается совершать. Но вы бы об этом узнали и убедили сами себя, что он будет действовать именно так. И сами спланировали бы свои действия в соответствии с этим планом и схемой. А он в нужный момент разорвал бы этот шаблон, поступил неожиданно и донес бы вам удар в том месте, где вы не ожидаете. Так вот, если утечка кем-то готовится, она называется контролируемой. Это специальная разведывательная операция. Пример такой утечки мы видим, такой типичный пример, мы видим на примере панамского вброса. Вброса панамского досье, которое, как известно, согласно той легенде, которая была выдвинута и растиражирована, это была информация об офшорах, которая была украдена у панамской офшорной компании. Что мы здесь видим? Савброс, конечно, состоял из тех документов, которые были якобы украдены у панамской офшорной компании. А вот теперь давайте зададимся вопросом, насколько эта информация была достоверной и откуда она взялась. Согласно легенде, документы, полученные, украденные из панамской офшорной компании, опубликовала на своих сетевых ресурсах, опубликовала организацию, так называемый, консорциум независимых журналистов. Это весьма интересная организация, не в том плане, что она связана с какой-то разведкой. Боже упаси, она как раз ни с кем не связана. Это сообщество идеалистов, журналистов, свободных, независимых, главная цель которых заключается в том, чтобы мир стал чище и справедливее, чтобы из современного мира, из современных отношений ушли грязные приемы работы, борьбы. И у них такая совершенно идеалистическая цель устроить большую стирку политики, вычистить политику от всех политиков, которые так или иначе скомпрометировали себя разными финансовыми операциями, легальными и нелегальными. Ради этого они опубликовали ту информацию об офшорах, которая чудесным образом им в руки попала. Чистого рода идеалисты. И фигура идеалиста, который действует не за страх, а за совесть, и действует, как правило, в темной, она присутствует во всех трех основных видах операций по легализации вбрасываемой информации. Что опять-таки говорит, что эта фигура является необходимым элементом технологии, и без нее никак не обойтись. Встает вопрос, откуда эта информация взялась. Нам объяснили это следующим образом. О том, что агент БНД. БНД — это бюро по защите Конституции, это разведка Германии. Агент БНД каким-то образом проник внутрь этой панамской офшорной компании, и там он занимался тем, что он искал данные на немецких граждан, которые пользовались офшорами и выводили какие-то средства за рубеж. Искал он данные на немецких граждан, а наткнулся в итоге на целую кучу документов, где-то на 147, по-моему, различных крупных политических и общественных деятелей. Что и породило колоссальный скандал. Из-за этого скандала Тони Блэр был вытужден оправдываться о происхождении своего капитала личного. Премьер-министр Исландии ушел в отставку, а Петр Порошенко, несмотря на то, что независимые журналисты вывалили огромный объем информации на то, как Порошенко перегонял бюджетные средства в офшоры по этим каналам, он оправдываться вообще не стал. Потому что для украинского бизнеса наличие офшоров, ну это вот... Разве что нищие не имеют офшоры и не пользуются этим для того, чтобы пилить государственный бюджет. Вот. Тем не менее. Значит, мало кто задался вопросом. Хорошо. А агент БНД. А можно ли этого агента БНД на пресс-конференции вытащить и позадавать ему вопрос? Убедиться, что он вообще есть. Как же нам сказали? Это, во-первых, германская разведка, на нее там Соединенные Штаты Америки воздействия не имеют. А во-вторых, это же агент. Он же действует на нелегальном положении. Ценный агент, он еще поработает на БНД. Нельзя его рассекречивать. Выяснилось, что на самом деле в этой цепочке присутствует аноним. То есть информация пришла из рук анонима. Это раз. Второй любопытный момент, связанный с тем, что идеалисты-журналисты. Тоже классно. Журналисты, которые проанализировали эту информацию и стали ее публиковать. Ради того, чтобы весь мир стал чище. Но дело в том, что эта информация, она же взялась не из вакуума, она была украдена. То есть эта информация краденая, а за использование краденого есть совершенно конкретные статьи Уголовного кодекса в целом ряде государств. Краденым идеалист пользоваться не должен, в принципе. Он должен его сдать в правоохранительный орган. Но здесь ребята закрыли глаза на свои принципы. А может быть, им помогли закрыть, немножко ими поуправляв и помотивировав их. И в результате они воспользовались краденым. Вот это единственная тонкая вещь, которая в современных операциях по легализации вбрасываемой информации американцами не проработана до конца. Они никак не смогли устранить вот этот конфликт между идеалами, идеалиста, который придает огласки украденные сведения секретные и статусом вот этой краденой информации. Это единственный прокоп. Других нет. Вот. И, а далее начинается, то есть, в общем-то, выясняется, что информация-то крадена, то есть ей тоже, наверное, доверять не стоит. Но мало кто задается вопросом об этом статусе. Все думают о том, что, а, разведку украл. Ну, все прекрасно. Есть понятие механизма происхождения, механизм краши. То есть ее там не выцепили, ее украли. Вот в недавней операции с ВАДА, с взломом серверов ВАДы, которые взломали хакеры, вытащили оттуда информацию, начали публиковать. Это вот операция, как две капли воды, напоминающая Панамский скандал. Там тоже секретная информация появилась в результате кражи сохраняемых серверов. И статус охраняемой информации придает вроде как ей вид достоверности, потому что не будут пустышку же охранять. Но проверить, охраняли ли эту информацию, и эту ли информацию охраняли, никто не может. Значит, далее. А далее ситуация разыгрывалась вот каким образом. Происходит вброс первого пакета. Сведения и журналисты объясняют то, что они не опубликовали весь массив. Они говорят, что массив очень огромный. И вот мы первую порцию обработали и тут же ее опубликовали. Окей. То, что это только первый вброс, означает, что будут и последующие вбросы. А это означает, что сама операция становится многокаскадной. И в этой операции будет повторяться одна и та же схема и, скорее всего, в итерационном ключе. Когда происходит вброс, он порождает определенную реакцию, ответную реакцию, первичную, потом ответную реакцию в мишени воздействия. Эта реакция считывается с помощью обратной связи. Первоначальная схема корректируется. Готовится следующий объем вбросовой информации, в которой, кстати говоря, содержатся уже и комментарии на первичную и вторичную реакции в мишени. Потому что в мишени можно застать, поставить любую неудобную позу, в мишени может очень неловко начать оправдываться. И после этого появляется комментарий о том, что фактически в мишени признала, что эти документы к ней имеют отношение. В мишени может начать яростно отрицать, и это производит точно тот же эффект. Или в мишени начинают совершать спонтанные действия, которые затем можно интерпретировать как угодно. Так вот, готовится второй вброс информации, и вместе с новой порцией подобного рода досье вбрасывается в публичное пространство. И схема может быть несколько каскадов каждый раз. Причем каждый раз организаторы этого броса проводят работу над ошибками, выясняют просчеты, неявки со своей стороны, дорабатывают схему, и каждый следующий удар будет сильнее, чем предыдущий. Значит, высвечивается многокаскадная схема. Но между каскадами, между бросами существует определенное время, в течение которого объект атаки будет находиться в неведении. Он оказывается подвешенным, в подвешенном состоянии. Объект атаки не знает, что будет в следующем бросе. Или те люди, которые могут иметь отношение к тем же офшорам, они не знают, будет ли в следующем бросе информация на них, или эту информацию все-таки не украли. И здесь начинает действовать вот какая ситуация. Есть такая же поговорка о том, что ожидание смерти страшнее самой смерти. И человек, который попал в такую ситуацию, его не надо пугать, он начинает сам себя накручивать. Он накручивает себя до полуистеричного состояния, а затем впадает в панику и в этой панике начинает совершать те ошибки, на которые его никогда нельзя было бы вывести в том случае, если бы его критиковали и обвиняли в чем-то в лоб. О том, что он коррупционер, что он враг, что он поддерживает Асада и так далее и тому подобное. Этого никогда бы не случилось. Поэтому получается вот так. Что происходит, когда прилетает первый подобного рода вброс? Вброс информации может породить различную реакцию ее мишени. Первая реакция, которая на уровне подсознания продуцируется, она, как правило, может носить характер растерянности. А человек публичный, он растерялся, его засняли. Все, это скандал. Как он после этого может быть лидером? Может быть паническая реакция. Это тоже не есть хорошо. Может быть страх. Может быть подавленность. А могут проявляться различные типы истерического поведения, в том числе и такие, которые выражаются в том, что у человека появляется настоятельная потребность немедленно мощно ответить. Мощно в кавычках. Это такой расхожий термин. То есть прямо сейчас взять шашку и порубать всех своих противников. А вот это тоже плохо, потому что неподготовленная атака ответная, она всегда приводит, во-первых, ее ожидает, а во-вторых, она всегда приводит в ловушку. И здесь на волне вот этой первоначальной реакции возмущения, которая является вполне естественной для любого из нас, любого человека, которому бросили в лицо обвинение, к которому никакого отношения не имеет. На этой волне возмущения человек может наделать такого, что потом забудется уже этот взброс. Забудут. И начнут комментировать вот те действия, которые он ответил. И получится эксцесс исполнителя. Человек не хотел делать, но он это сделал. И долбить его потом будут как раз вот за эту реакцию. А первоначальный повод и причина, она заботится. В этом отношении как сработал панамский вброс? И каким образом вообще работала эта технология? Обратите внимание, что имя нашего президента там не было вообще, ни в одном из документов. Из русских присутствовал только музыкант, друг детства. И все. Остальные 146 человек это были в основном это были иностранные политические деятели, отчасти общественные деятели. То есть на них было очень много всего. На нас ничего не было. Но есть такой принцип. Но на следующий день после этого вброса практически все западные издания вышли со статьями по поводу этого вброса. В тексте статьи не было ни одного упоминания президента нашего. Но почему-то все они вышли и в заголовках тоже не было. Но сверху в любой из этих статьях была фотография как раз именно нашего президента. И стало выстраиваться ассоциативные цепочки определенные. Дело в том, что запоминается память наша устроена таким образом, что мы можем что-либо запомнить, только выстроив ассоциацию, только связав ассоциативным рядом какие-то там два события или два объекта. Это первое. Поэтому если например будет задача сейчас запомнить космос и пчелы по отдельности, то мы их не запомним. А если вы например представите себе картинку пчелы улетели в космос, то вот это останется надолго. Не на всю жизнь, но по крайней мере на какое-то время. Точно так же механизм ассоциации применяется в современных операциях информационных войн. Но с одним интересным моментом. Дело в том, что ассоциации построены таким образом, что запоминается первая и последняя фраза. Вспомните Штирлица, когда он кайсмана зашел за аспирином, задал вопрос, потом закрыл этот вопрос воспоминанием о таблетке аспирина. Запоминается первая и последняя фраза. А здесь в панамском офшоре цепочка выстраивалась следующим образом. Офшоры деньги бюджетные прогоняемые через офшоры некие политические деятели чиновники дальше некие общественные деятели из России Ралдукин дальше Ралдукин друг Путина дальше сам Путин. Цепочка выстроилась. Казалось бы, какая связь? Но когда эта информация проникает на подсознание, все промежуточные вот эти вот звенья, они выбрасываются и остается первая и последняя. И цепочка замыкается. Именно на этот эффект организаторы этой информационной атаки на Западе и рассчитывали. На то, что каждый человек из нашей аудитории, который внимательно прочитает все вот эти материалы и начнет сам анализировать, он сам замкнет в своем подсознании а потом в сознании эту цепочку. И будет этому выводу верить, потому что он же к нему сам пришел. А то, что его направляли все это время и выставили маячки такие, по которым он пришел к этому выводу, он об этом, как правило, и не догадается. А раз он сам когда он пришел, он не будет перепроверять эту информацию и это же его вывод. Все, дело сделано. Вот. На самом деле, если рассматривать, изучать, и интересно, что через некоторое время Викиликс подтвердила. Несмотря на то, что в этом вбросе ни слова не было о руководителях нашего государства, через два дня Викиликс выбросила информацию, пакет документов, в которых было написано о том, что так это на самом деле на нашего президента. То есть, я это представляю следующим образом. Я не считаю Викиликс про нашим сайтом. Я считаю, что Викиликс это одна из технологий по легализации вбрасываемой информации, придуманной на Западе. Вот. Викиликс замкнула эту цепочку для тех, кто не догнал. Потому что американцы как всегда перестраховались. Они подумали о том, что, ну, те, кто быстро соображает, они сами додумаются. А вдруг осталась какая-то небольшая группа, которая все-таки не додумалась. Надо им подсказать. Они взяли и подсказали. И это выдало их целиком. Но на самом деле, когда такие операции проводятся, далеко не всегда тот объект, который, казалось бы, явно находится в фокусе, действительно является объектом атаки. Потому что в плане панамского вброса атака была направлена не на первое лицо государства. Он был в этом отношении такой прозрачной призмой, через которую эта атака прошла. Она была направлена на элиту, на нашу, которая, как известно, состоит из групп, интересов, которые очень сильно конкурируют между собой. И вот задача была как раз ее поляризовать, разбить на несколько лагерей. Потому что реакция на офшорный скандал у элиты была, там было бы две, по крайней мере, реакции. Значит, одна часть элиты тут же перешла в гнетенное состояние, они перепугались, они посморнели, и у них началось пацифистское такое стремление. Они начали говорить о том, что надо срочно с Соединенными Штатами замеряться, а то мало ли что. То есть, они потеряли волю к сопротивлению. А вторая элита, наоборот, перевозбудилась и почувствовала себя новыми буденными, которым надо только коня и шашку. И другая часть элиты, наоборот, стала рваться в бой. Я знаю конкретных людей, но называть их не буду в качестве примеров. Это тоже было плохо. И появился конфликт между ними, напряжение между теми, кто стал выступать за то, чтобы лапки сложить, и между теми, кто стал настоятельно подталкивать на так называемый мощный ответ. Уже произошла определенная поляризация. Потом, когда прозвучала фраза, в публичном пространстве, смотрел, видел я эти документы, меня там нет. Элита совсем перепугалась, надо было видеть лица тех, кто там слушали, потому что, ну, меня там нет, а мы-то там есть, а надо то, что делать, нас бросили. Вот. И в итоге началась вот эта вот чехарда и катавась. Но в этой схеме важен еще один момент. Дело в том, что мало того, что она много каскадная, те схемы операции информационной войны, которые американцы применяют, они невозможны без обратной связи. то есть американские политтехнологи, они вот так, такой стиль у них работает, им надо обязательно все время иметь возможность получить обратную связь, реакцию от объекта атаки. Они провели информационную атаку и должны считать обратную реакцию. И долгое время у них все было окей в этом отношении, потому что именно эта схема и работала. То есть американцы проводили какую-нибудь атаку, обвиняли Россию там в коррупции, в чем-нибудь еще. Тут же появлялись наши официальные лица и давали мощный ответ. Американцы считывали этот мощный ответ, потирали руки и говорили окей, значит мы все правильно делаем. И готовили новый тот же вброс. Тут же выходили другие наши официальные лица и говорили окей. И так это было до того момента, пока Владимир Владимирович неожиданно для всех незадолго до Олимпиады на 10 дней не пропал из публичного поля. Он исчез. И одновременно с его исчезновением разорвалась эта обратная связь. Вот надо было видеть реакцию американцев, американских политтехнологов, потому что у них началась паника. У них был шаблон, в котором они работали, была парадигма, в которой они работали, тут трех-бабах все это разорвалось. Они проводят информационный брос, а обратной реакции нет. Потому что мишень, которая должна дать эту обратную реакцию, она куда-то делась. Неизвестно куда. В этом особенность нынешних операций американских информационно-психологической войны. Без обратной связи они не могут. Они теряются. И в этом, наверное, их одновременно и сила, и слабость. Что касается других операций по легализации информации, то здесь можно назвать такой вид операции, аналогичный, как операции типа перебежчик. Типичным примером этой операции является Сноудин. С моей точки зрения, Сноудину дали уйти, его предварительно, нашпиговав его информацией, организовав то самое контролируемое уйти. А Сноудин, будучи идеалистом, будучи человеком, которого использовали в темную, он действовал искренне, потому что его аккуратно подталкивали, он не мог понять, что это исходит откуда-то там снаружи. Он действовал в соответствии со своими идеалами, проявлял героизм, за ним гнались, его в раз 15 могли пристрелить в этой погоне запросто, но почему-то каждый раз полшага не хватало американским спецназовцам, чтобы этого Сноудина догнать. А так как его преследовали, то информацию, которую он принес к ней, должно было быть оказано больше доверия, потому что он же спас ее, рискуя жизни. Если бы информация была неподлинная или фальшивая, за ним бы не гнались, это второй тип, в котором присутствует и факт кражи, Сноудин украл эту информацию, и фигура идеалиста, которой Сноудин является, она тоже присутствует. И попытки представить, подчеркнуть достоверность этой информации путем гонки за Сноудина, это могло быть, конечно, совпадением, но дело в том, что совсем недавно была точно такая же операция, когда Пентагон, когда разведительному сообществу Соединенных Штатов очень надо было в преддверии слушаний в Конгресс, в котором Конгресс должен был принять решение об ассигновании нового бюджета для разведки, им очень надо было доказать о том, что они хорошо борются с терроризмом. И они организовали следующую операцию. Они сначала допустили журналистов целую кучу, а потом эти журналисты случайно наткнулись на какие-то папки с документами, которые кто-то из разведчиков забыл, на территории ЦРУ. Журналисты любопытные, они эти папки, во-первых, полистали, во-вторых, они их прихватили, удрали и начали публиковать. И тут начался скандал, вот он был колоссальный, те, кто помнят, там, свобода слова, особенно у нас в СМИ, говорили, как, гоняются журналистами, потому что ЦРУ стало говорить о том, что они украли секреты, поэтому их надо убить. И послали по их следам бригаду головореза. Эти головорезы, значит, что только не делали, чтобы догнать этих журналистов, но почему-то не догнали. А так, когда эти журналисты, и стало понятно, что это абсолютно подлинные документы, потому что журналисты ведь рисковали жизнью, хотели убить. Когда начали публиковать эти документы, стало в преддверии этих слушаний, стало ясно, что ЦРУ-то, оказывается, работает. Ого-го как! Потому что там были документы о предотвращенных американской разведкой терактах, о том, что там куча исламистов, группировок, готовили террористические акты на территории Соединенных Штатов, и ФБР, и ЦРУ внедрялись в их ряды, перехватывали, ликвидировали этих террористов. То есть выяснилось, что они там то ли 200, то ли 300 этих террористов предотвратили, но мир не может об этом узнать, потому что это секретные операции, их нельзя разглашать. А тут какие-то журналисты случайно проходили, оп, папочка лежит, плохо, раз, прихватили и утащили. Если бы не было этих журналистов, никто бы об этом не узнал. Ну и, конечно, им увеличили бюджет, а так бы, наверное, не увеличили, потому что внешне работа разведки на том же Ближнем Востоке, американский, выглядит как череда сплошных провалов. А здесь, оказывается, и не провалы вовсе, а совсем другое дело. Вот, Сноудин. Точно такая же технология, это технология Wikileaks. Там тоже есть фигура идеалиста, Асанж, то есть есть общие признаки, но принцип немножко другой. Принцип легализации информации заключается в том, что массу подлинных документов, но устаревших, не имеющих никакого оперативного значения сейчас, перемешивает, как правило, с небольшой долей сфабрикованных документов, но имеющих отношение к текущему моменту. И вот это все вбрасывает. Когда человеку возникает вопрос, подлинна ли эта информация, и он пытается проверить, он понимает, что такой поток проверить в принципе невозможно. В этом потоке любой документ может затеряться. Он выдергивает один документ, смотрит, ага, переписка 100-летней давности двух сотрудников ГУЗДЕПа по поводу Ирака. Подлинная? Подлинная. Но утратившая всякий интерес сейчас. Выдергивает второй, точно такая же переписка. Подлинная. Значит, и остальные подлинные. В результате тот документ, который вбрасывается, он в этом потоке проходит незамечиво. И в конце концов находит свою аудиторию и тех людей, которые, воспринимая его как подлинный, начинают его читать и выстраивать свои действия в соответствии с тем, что там написано. А он сфабрикованный. Ну и помимо этого лекализация достигается еще двумя видами операций, которые совсем простые. И я буквально два слова скажу, а затем мы 10 минут потратим на вопросы и ответы. Вот это так называемый вброс информации в форме официальных заявлений от псевдоофициальных источников. это вот когда то, что я рассказывал про Sky News, когда некие не пожелавшие раскрыть свое имя и фамилию высокопоставленные сотрудники Госдепартамента сообщают доверительно телеканалу какой-нибудь Sky News или CNN информацию о том, что вот оказывается все российское руководство коррупционера. Это заявление вроде бы и официальное, потому что речь идет о двух сотрудниках Госдепа, об официальных лицах. Госдеп существует в природе и там работают сотрудники. На деле оно анонимное. Или, например, заявление Кирби официального лица по поводу России и терактов на ее территории. Тоже вроде бы официальное лицо. Но Кири от него открещивается. Неизвестно вообще от чего имени он заявляет. Ну и есть, конечно, заявления совершенно официальные. Вроде заявления Кири, когда он там говорил о том, что, например, терпение соединенных что-то заканчивается. Или заявление Обама о том, что ИГИЛ и Россия это одно и то же. Вот. ИГИЛ, Россия и Эбола. Вот это те самые операции по легализации информации, которые обеспечиваются авторитетом совершенно конкретных официальных лиц. Но задать им вопросы тоже не удается. Ну и последний вид подобного рода операций это когда информация выбрасывается в процессе публичных дебатов. Вот типичной технологией вброса легализации информации является тот спектакль, который на протяжении длительного времени разыгрывала Джейн Псаки, официальный представитель, ГОСДЕПА, и Мэтью Ли, журналист. При этом обратите внимание на следующее. Вот как это дело происходило. Псаки выдавала какой-то очередной комментарий в открытом пространстве, и тут в нее набрасывался Мэтью Ли. Мэтью Ли был образцом такого правдоруба, человека, который выступает за полные идеалы. Снова фигура идеалиста. И он начинал задавать вопросы неудобные для Псаки. Псаки по мере своих возможностей она не играла, она искренняя совершенно. Ее поставили на это место, она там крутилась как белка в колесе. Давала ответы такие, что ставила каждый раз себя в неудобное положение. Мэтью Ли окрылялся и начинал долбать эту Псаки просто по самое не балусь. В итоге те, кто наблюдали за этим спектаклем, они на чью сторону вставали? На сторону Псаки, которую ввиняли в том, что она лжет, занимая высокое положение. И госдепартамент лжет устами с Псаки. Нет, на сторону Мэтью Ли. Постепенно любой человек, который смотрел эти дебаты, он начинал ощущать родство с Мэтью Ли. Потом начинал с ним солидаризироваться в тех заявлениях, которые Мэтью Ли и аргументы, которыми он долбал Псаки. А затем происходило полное эмоциональное слияние. Каждый понимал о том, что вот он и Мэтью Ли это свои, а Псаки это чужие. И в этот момент исчезала критичность и желание вообще понять, почему Мэтью Ли периодически дает такие пространные комментарии. А Ли при этом делал вот что. Вот он нападал на Псаки, потом выстраивал следующую фразу, он говорит, так вы утверждаете, что то-то, то-то, то-то происходит так-то, так-то, так-то. А я считаю, что это означает то-то, 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 то есть предложения шли утвердительными. А затем Мэтью Ли завершал свою речь вопросом Псаки любым. И неважно было, какой был вопрос. Но суть в том, что когда он говорил утвердительно, рубленные фразы, то, что он говорил, те тезисы, которые он произносил, проходило в сознании и подсознании тех людей, которые к этому моменту с ним полностью солидаризировались и готовы были выступить с ним вместе на светлой стороне силы, да, против темной стороны силы, вот, они просто, эта информация проходила, минуя любые фильтры. Никто не задумывался о том, что именно говорит Мэтью Ли, с какой цели он говорит и с какой цели он дает те или иные оценки конкретным событиям. Потому что Мэтью Ли свой. Так что, уважаемые коллеги, на этом мы лекцию закончим. И у нас есть время еще для того, чтобы ответить на вопросы. Спасибо.